Я у меня Никодим Шушмарченко, наместник Троицкого архилейского подворья города Лаишево. Родился я в Ростовской области, поселок Тимовники, 1978 года. Затем, как все школьники, учился в школе. И в 90-м году нас открывали храм, и я пошел первый раз с соседским бабушкой в храм, где очень полюбилось чтение, пение. И до сегодняшнего дня я нахожусь при церкви. Учился в Старопольской духовной семинарии, окончил ее. Затем поступил в Киевскую духовную академию. А вот вы помните первые впечатления, когда вы пришли в церковь? Что вы ощутили? Когда я пришел первый раз в храм, конечно же, меня заинтересовала красота храма. Хотя в то время он был просто домашний храм, домик небольшой, сам священник. И как-то вот эта душа запала, все, и пришел. Еще раз и еще раз. А как в Татарстан попали? Знаете, в Татарстан я попал точно, наверное, не случайно. Я знал Мадыку Феофана еще до моего прибытия в Татарстан. Я был в городе Оренбурге ректором духовной семинарии 4 года. Затем меня освободили от того послушания. И в предсвече с Владыкой Феофаном я попросился приехать сюда. Так как Владыки Феофана очень богатый жизненный опыт. Он дипломат, он общается с другими конфессиями. И меня привлекло слово Владыки Феофана, его проповеди, его общение с конфессиями. Поэтому как-то... И хотелось себя проявить уже в другом поприще, в другой связи. И вот очень... И заинтересовала Казань своей красотой. Я был здесь еще тоже в семинарии, на конференции. Гуляю по Казани, тоже видел какие-то храмы старинные, живописные места. И когда Владыка мне отправил Лаишева, я, конечно, тоже изумился очень красотой этого города. Народ везде Божий, везде люди в храме, они и поддержат не только словом и делом, но и морально. Потому что, приходя на новое место, новые люди, новые здания, новые задачи. Поэтому, ну, самое главное, это иметь желание, любовь, храм, любовь к людям и исполнять послушание своего Владыки. А вот перед вами какая задача является главной в этом храме? В этом храме, прежде всего, храм нужно отреставировать, сделать тем, каким он был. Чтобы он был, ну, так сказать, визитной карточкой этого города. И возрождать бы у былую его славу. Вы знаете, что здесь был монастырь когда-то. И хотелось бы вернуться к исторической справедливости. И чтобы этот храм наполнялся людьми. А чтобы он наполнялся людьми, и нужно... Прежде всего, что люди привыкают к храму? Это красота храма. Конечно. Это красота, песнопение. Располагает людей к этому. В этом году мы провели встречу с ветеранами, с ручениками тыла, с домами, с сиротами, с детьми войны. Да, у меня в храме собирались тоже. А главное, что человеку, сейчас повторяюсь, это к нему добрые отношения. Та же старушка посидела каких-то там час, и ей тепло стало на душе. Как вы думаете, два храма на такой город небольшой, как Лаишево, не слишком много? Знаете, храмов много не бывает. Ведь чем больше храмов, тем меньше преступлений. Нравственность. Значит, молодежь, кто-то пойдет в Нижний храм, кто-то пойдет в наш храм. А молодежь приходит в храм? Приходит, можно сказать, приходит молодежь, им интересуется. Вот, может, и на Пасху, здесь я был свидетелем того, что молодежь пришла ночью в храм, и вот в течение дня молодежь заходит в храм, интересуется. А вот на Пасху, там, да, на Рождество, это не дань моде? Ведь я думаю, что, наверное, все-таки ходить в церковь нужно не только на такие великие праздники, и человек верующий. Знаете, это не дань моде. Это, можно сказать, может, 90-е годы, это и было. А сейчас уже молодежь идет сознательно. Они же знают, кому свечку поставить, как помолиться. Задают вопросы, и это радует, что они интересуются. И чаще они же приходят с детьми. Молодежь приходит с детьми, и тоже детей причащают. То есть с детьми ставит свечка. И старшее поколение, ну, рано или поздно оно уходит. А церковь живет, и уже не одно тысячелетие. Ну вот храм, конечно, большой. И средства на его реставрацию необходимы тоже огромные. Где вы планируете его взять? Знаете, этот храм строили всем миром, правильно? И всегда церковь живет на пожертвования. И с помощью Божьей и по воле Божьей найдутся такие люди. Но вы уже ищете их? Спонсоров ищите? Ну, как это спонсоры? Люди, которые и доброй, и душой. Потому что это благотворительные, это благодетели. Это нельзя, как пойти по улице искать. Люди сами приходят в храм. Есть тайные пожертвования. Есть люди, которые заинтересовались. Просто нужно людям больше рассказывать о этом храме, о истории храма. Ведь не зря этот храм был построен. Значит, людям нужно было. Здесь был монастырь. Люди приходили в монастырь, молились. И такой величественный собор построить. У вас какая-то группа поддержки уже здесь? Друзья какие-то уже появились? Ну, прежде всего, друзья в храме, это и все прихожане. Это братья и сестры наши. И есть активисты в храме. Это самое главное. От них и есть поделки. Кто еще поможет, как и наши прихожане? Обратился к ним, попросил. Пришли все вместе, потрудились, помолились, пообедали. Это есть семья. Какие-то новые введения вы планируете вести здесь? Ну, нужно, чтобы здесь и была школа воскресная, не только детская, но и взрослая. Вот это бы мне хотелось прежде очередное сделать, чтобы была у нас полноценная воскресная школа. Была здесь воскресная школа, она и есть, небольшое количество детей. Ну, думаю, потихонечку и будут развиваться дальше. Как-то сотрудничать с образованием вы планируете? Конечно. Каким образом? Ну, прежде всего, и познакомиться с нашим управлением образования и директором школы. А в Нижнем храме есть сайт? В этом храме сайт есть? Будет планировать? Планировать, конечно. Сайт планировать, но у нас пока еще нет кабинетов. Это нет техники. О чем это можно было все равно? И нет таких людей, которые бы занимались сайтом. Мы бы потихонечку все будем делать, но не все сразу. Я монах, слово игумен. Это и есть, если это спратерея, то я игумен. Это старший из монахов. Раньше был игумен, это стоять наместник монастыря. Да, сейчас пока монастыря нет, поэтому адыка мне благословит наместником этого подворья. Постыкся в монашество в 98-м году, и вот уже 20 лет я являюсь монахом. Монах – это один, моно, или инок, отличающийся от всех, иной человек. Но один я никогда не бываю. Это прихожане, это духовные чады есть, которые постоянно нужно отвечать на их звонки, на их вопросы. Вам часто звонят? Ну, бывает, звонят, да. Если не секрет, какие вопросы задают? Ну, о чем спрашивают? Житейские вопросы. Житейские вопросы – как поступить, благословение в дорогу, помолиться о детях, помолиться о здоровье, помолиться о больном, благословительной операции. Поэтому звонят и спрашивают. То есть вы живете для людей? Да, можно так сказать. Продолжение следует...